День открытых дверей в политехе не просто обзор на экскурсии. Абитуриенты получили реальную возможность прикоснуться к будущей профессии, принять участие в мастер-классах, попробовать свои силы в конкурсах, квестах, викторинах. Можно было выбрать направление по душе и почувствовать себя архитектором-строителем, повелителем автотранспорта, энергетиком-экономистом. В актовом зале не протолкнуться. Ныне школьники, а в будущем абитуриенты пришли вместе с друзьями и родителями, чтобы узнать, в какое будущее открывает перед ними двери Рязанский политех. Мы не стоим на месте и ежегодно открываем новые направления подготовки. Но эти направления подготовки мы открываем по заявкам нашего профильных министерств и предприятий и организаций. То есть мы прекрасно понимаем, что надо идти в ногу со временем и готовить специалиста не сегодняшнего, а специалиста завтрашнего дня. В этом году открыли две магистратуры по направлениям архитектура и строительство. Директор политехнического института Игорь Мурок рассказал, что выпускники этих направлений магистратуры уже сейчас востребованы. Также он подчеркнул, что теоретическое обучение в институте неразрывно связано с практикой на предприятиях. Ведь на данный момент уже открыто 14 базовых кафедр, где студенты могут узнать все тонкости своей специальности. Во время обучения каждый студент получает минимум одну рабочую профессию. В 2018 году политех получил лицензию на ведение образовательной деятельности по программам подготовки специалистов среднего звена. Среднее профессиональное образование. Получив такой диплом, можно сразу поступить в политехнический институт. При этом срок получения высшего образования сокращается в два раза. И уже есть много желающих. Недавно узнали, что будет открываться колледж на базе девяти классов. Нас это очень заинтересовало, потому что много интересных специальностей, в особенности для мальчика. И самая главная возможность получить высшее образование уже на базе колледжа, дальше возможность учиться. Совместно с Рязанским политехническим институтом в школах города и области организованы и работают инженерные классы. В этом году Игорь Александрович Мурок вышел на нашего директора Надежды Петровны Виковещевой и предложил вот такую идею создания инженерного класса именно на базе нашей Ряжской школы номер два. Мы провели опрос между родителями, детьми соответственно. И в общем-то в этом году набрали группу учащихся, их 15 человек, которые решили вот в этом классе поработать. То есть работаем мы дистанционно и очно, и в общем-то такая идея пришлась по душе и ребятам, и взрослым. После окончания инженерного класса ученик получает бонусы при поступлении в ВУЗ. Также бонусы можно получить, участвуя в конкурсах, например, в проводимом институтом конкурсе «Мой проект». Победа в конкурсе «Золотая фишка» дает дополнительные баллы к результату ЕГЭ при поступлении в Политехнический институт. ВУЗ готовит востребованных специалистов, подготовленных к работе в современных условиях предприятий и организации региона. Узнать минимальные баллы ЕГЭ для поступления и более подробную информацию о ВУЗе можно на сайте Политехнического института. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город».